Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вам покажем еще один прибор научный, который появился в нашем арсенале юных исследователей. Это телескоп марки Астробой. Самый дешевый. Дешевый. Китайский, похоже. Стоит 5000. Но для просмотра Луны вполне подходит, я смотрел. Звезды не очень хорошо видны, но Луна прям на великолепном. Все ее неровности, все ее кратеры, вулканы, вихревые потоки. Китайцы, в общем-то, молодцы. С точки зрения инженерной мысли, я посмотрел, все довольно хорошо продумано. Все было упаковано в коробочку, прям для пересылки. Каждый узел в отдельном пакетике. Вот. Значит, что здесь из-за части какие? Тренога, которая регулируется по высоте. Сейчас поднимать не буду, это она для переноски. Я ее в самое нижнее положение переставил. Значит, вот этот винт, он позволяет вращать телескоп в горизонтальном направлении, влево-вправо, да? Вот этот вот винт позволяет телескопу подниматься вверх-вниз в вертикальном положении, так мы уже фиксировали. Вот это можно считать микровинтом. После того, когда мы нашли его, треугольное положение, небольшие перемещения осуществляются вот этим винтом. вот этот вот станин, она подтягивается, и тубус в целом поднимается вверх или вниз. Вот самый маховичок, как вы видите, увеличивается оптическая ось, настройка на резкость производится. Вот этот узел видоискатель. То есть здесь настройки на резкость нет, она с постоянным с постоянным фокусировкой. То есть она нужна для того, чтобы быстро находить объект. Мы в него находим Луну или там звезду, какое-то небесное тело, и оптические оси согласованы, перед этим я отъюстировал, и значит уже, если мы здесь увидели этот объект, можно переходить, смотреть непосредственно в окуляр и настраивать на резкость. То есть мы этот объект уже нашли. Значит, в комплекте идут два окуляра. Это тут у нас 20 миллиметров фокусное расстояние. Вот так вот он легко меняется. Поставили другой. Фиксируем. Всё. Здесь вот уже всё по формуле рассчитано. Вот этот узел вертикальной линзы. Вот здесь подставочка есть. Я её убрал, правда, чтобы она не мешала складываться с треноги. Ну, в общем-то, всё. Вот так вот открывается объектив. Мы видим вот эту часть. Сначала я не понял, снимал её, но её снимать не надо. Это противоросник. То есть, чтобы конденсат выпадал, если он будет выпадать не на линзе, а чтобы он выпадал вот на этих частях, а потом испарился. Потому что, когда мы будем смотреть в зимнее время, переносить из тёплого помещения на улицу, выносить, то будет возникать перепад температуры, будет происходить, конечно же, выпадение конденсата. Вот. Так что, в общем-то, такой прибор. Теперь мы уже можем полноценно заниматься астрономией. Сегодня, 7 августа, кстати, будет частичное лунное затмение. Луна будет иметь кроваво-красный цвет. Вот сегодня мы будем смотреть. Если хотите, приходите. Смотрим мы это во дворе по улице Гайдары 39. Там вот я нашёл эту площадку хорошую. Там деревья невысокие и дома стоят друг от друга далеко. Поэтому приходите. Посмотрим на луну. Она ещё будет 3-4 дня, она будет уменьшаться, но она будет довольно большая. Крупная для наблюдения, удобная. Всё.